приветствую друзья мне сегодня вот такой интересный завтрак мама вчера ездила в киржач привезла мне почти килограмм киржачского творога вот и я решила позавтракать сегодня творогом и такие у меня медовые орешки естественно зеленый чай и вот тут играю что-то не запускается приятного аппетита смотрите какая у нас красотень за окном огромные лопухи летают привет народ вот она я я уже в парк пришла или вот это вот женщина на лыжах и я пока что тут единственные вот я только вошла смотрите какая красота вчера когда шел снег он был такой но было более менее тепло относительно на например как сейчас если не считать ветер вот и снег прилипал к деревьям такая красота безумная вот сегодня с утра очень сильный ветер был и вот в парке чудесная красота а просто на улицах идешь вдоль улицы и на улицах просто снег уже слетел поскольку с утра очень сильный ветер и он все светок весь снег сшибает смотрите скворечник причем такой в виде домика довольно забавный видите тоже на открытых участках снег просто слетает с веток сдувает его сильным ветром здесь я любила иногда посидеть там я уже прошла его такое есть раскидистое дерево и на нем можно сидеть но чуть дальше тут было просто поле зеленая такая травка смотрите насажали новых деревьев а а сейчас везде такая акция проходит или не акция не знаю такое событие можно посидеть значит холодно сидеть ну вот в общем сейчас не знаю как называется акция не акция короче проходит такое мероприятие по всему городу что именно вот сейчас прямо зимой я вот такого раньше не слышал что прям зимой можно саживать деревья но в общем по всей москве не так как по россии высаживают деревья и можно часто увидеть на каких-то свободных площадках где раньше было просто ну какие-то полянки уже высажены молодые деревицы смотрите какая сказка прям такой навес из кустиков покрытых снегом в общем я че решила я зашла сбоку решила через главный вход не буду ходить там как правило очень много народу сейчас день здесь в основном лыжники он мужик едет вот здесь в основном лыжники поэтому как бы я не думаю что мне здесь кто-нибудь заловит хотя у нас здесь если входишь в парк не с главного входа где-нибудь сбоку то здесь много всяких сомнительных личностей ходит и в общем-то сбоку входить опасно вот вот так вот там люди тоже ходят гуляют наверное не видно будет лыжня проходит а вон вот чуть-чуть видно в общем я когда в парке бываю вот так вот ну вот захожу иногда погулять и вижу таких вот одиноких сомнительных людей я как-то стараюсь их стороной обходить и вообще отношусь к этому очень скептически так я на развилке так какой то придурок извиняюсь так тогда не пойду там край пойду вон туда он главная мужчина который шел мне навстречу прошел мимо прошел наверное половину дороги и повернул обратно не знаю за мной он идет или куда но меня это немного напрягает поэтому я решила свернуть малость вот нет слава богу он вообще не за мной пошел просто не люблю такие моменты когда люди поворачивают и идут ну то есть идут мимо а потом хоп они разворачиваются и идут обратно такое мало того что он и так странный какой то как будто пьяный так еще и обратно повернул снег скрипит пришел тупо в парку погулять нет надо всем фиолетов на меня почему я с камерой что я вообще здесь делаю что я снимаю блин заснеженный лес я снимаю кстати да чем ближе к центру тем больше народу все все любопытные люди вот пошли я иду довольно холодно я я бы даже сказала морозно не знаю слышите вы меня надеешь что да вот в общем вот так вот 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 покажу где я думаю что найду какое нибудь местечко или чтобы поболтать сложно так что то просто палку не взяла там стоят какие то сомнительные мужчины я считаю не уверена что я хочу туда идти хотя тут уже и деваться некуда не люблю когда много на воду шастается приходишь в парк просто погулять поболтать с людьми поснимать какую то кресту вот и вроде как заходишь это закон подлости заходишь в парк и никого нету только начнешь куда то идти разговаривать сама с собой как сразу целые толпы вылезают вон еще целая толпа народу так пропустили хочу побыть здесь одна поболтать с вами и так обо всяком таком на самом деле здесь на самом деле здесь особо нечего снимать ну как бы назовем это наверное прогулкой по зимнему парку и на самом деле здесь ничего как бы никакой особой прогулки то и нету обязательно надо было обогнать меня и испортить мне всю картину ну ладно в общем там особой какой то прогулки у нас не получится поскольку все картинки они все виды они вот одинаковые ну просто иду по дорожке просто болтаю с вами если как бы было бы интересно меня послушать то или просто мои какие то мысли рассказывания даже не знаю о чем говорить и все время кто то мешает как то мне вот ну непривычно снимать в парке вернее как летом то я кашель не можем в парке можно даже сказать что гораздо чаще я летом снимаю в парке чем зимой но как то когда я иду одна без друзей или какого нибудь сопровождения которое тоже участвует в съемках то все вялятся как будто я какой то не знаю пытаюсь здесь узреть какое то нарушение в общем это дико бесит ну стараемся держать все естественно как будто все так и должно быть кстати говоря да прямо тоже дорожка идет и мне как бы надо туда но там видите не почистили здесь видно проезжал какой то чистильщик так что снег на обочину сдвинут а дальше нет а мне как бы туда надо а куда тез этот красавчик так ладно полезем сюда поскольку мне надо сюда я хочу к озеру выйти вот в принципе вот мы с вами идем я как то не планировала рассказывать по усадьбу еще такое вот там вот видите далеке забор это усадьба ну на территории усадьбы зимой по-моему нет входа насколько мне помнится ну и экскурсии там проходят только в летний период и собственно зайти посмотреть можно по-моему только летом а зимой как-то я не знаю не слышала чтобы такое было вот в общем иду ой не очень удобно здесь такая тропинка почему-то господи в других местах дорожку платить или а здесь нет поэтому и вообще как то стремно но хотя день народу я надеялась что не очень много будет хотя его достаточно много народу вот надо просто периодически как бы контролировать здесь и и боковые дорожки потому что мало ли что кстати говоря смотрите не знаю будет ли видно следов на снегу много вот я не слышала чтобы у нас здесь были зайцы но вчера в газете читала что в московских парках появились заяц вот я правда не знаю у нас вообще тут есть зайцы но мне кажется это следы от упавшего снега светок ой вот немного запыхалась хотя бы а кстати говоря сейчас ходила на почту вот хотя бы взяла с собой перчатки но пришлось вернуться домой потому что посылка пришла большая и мне неохота было ее тащить с собой в парк и класть собственно ее засунуть то некуда вот в общем я решила вернуться домой и взять перчатки и собственно пока я шла до парка я одела перчатки и у меня по крайней мере нагрелись руки вот в общем сейчас ой господи идти то смотреть в камеру вообще не представляется возможным по такой дороге а тут даже не то что смотреть в камеру а просто смотреть прямо под ноги не представляется возможным поскольку тут такая дорожка не дорожка просто вот тропинка вот о кстати лыжня поехала просто в лес свернула с бухты барахта причем непонятно откуда она просто просто началась отсюда и все и поехала в лес а очень странно не ну летом когда мы здесь гуляли с друзьями я здесь гуляла с друзьями на планах здесь обозначены специальные дорожки для лыжников лыжные трассы но вот так чтобы они посреди леса начинались и также посреди леса кончались такого я не видела то есть здесь специальные как бы специально спроектированные дорожки которые начинаются в определенном месте и они как бы общей петлей закрываются то есть вокруг всего парка вот вот ой господи оказалось что это в теории и собственно ой блин в парке да в общем оказалось что это не гости пришли в парк а это свадьба вот мы и на пруду ой на самом деле одиноко и кстати уже протоптали дорожку к острову я на острове была только один раз и то как то не рискну туда идти сейчас хотя там протоптана дорожка такая основательная ну как то с подружкой ну как то с подружкой туда ходили давно не знаю лет 15 назад наверное вот и зашли тоже вроде бы мороз был там минус 20 вот и мы зашли и подо мной лед трещит но я как то не готова была к такому я вообще сказала что я дальше не пойду она говорит да ты что пойдем я вообще там больше тебя вешу поэтому что ты испугалась пойдем через озеро и я тебе покажу остров и мы зашли через ну через озеро все-таки прошли и зашли на остров и все прикольно там на острове вот блин господи этот опять этот мужик который меня преследовал да вот это таинственный остров на который летом вообще никак нельзя попасть только если на водке подплыть вот вот что я для вас снимаю только 25 минут как вошла в парк а батарейка уже начало разряжаться а батарейка уже начало разряжаться вот 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 елку нарядили это это мамочек много с этими с колясками тоже особо не не поболтаясь вон вон в общем видите впереди мужчина идет тот самый странный мужчина который взгляд как пьяный прошел мимо меня пошел к выходу потом дошел до середины развернулся и пошел за мной я сделала крюк вернув налево он слава богу пошел прямо то есть от меня направо получается и опять вышли так что мы с ним пересеклись какой то странный короче мужик меня напрягает смотрите вот в общем у меня в плане что обойти вон там вот по той стороне и выйти в колей Женчуговый такой мой план по идее должно занять в районе двух часов ну полчаса можно сказать что уже прошли так что идем дальше ну так какое так нам наверно нет нам дальше не туда куда может пошел она вон туда мимо детской площадки и дальше хотя можно и здесь срезать да подумал может быть и здесь это большое озеро летом она так крупно не выглядит смотрите кто-то нарисовал картину типа спасите кускова честно говоря не знаю что тут планируют делать ну соответственно вы поняли где я нахожусь а вот не знаю что тут планируется а я как бы не знаю что от чего спасать то то есть никаких никакой информации по то что здесь с кускова чё-то собирают делать вот тут тоже маленькая картина что здесь что-то собирается делать такое сносить вообще этот парк вы чё да не верю я это же усадьба здесь же многовековая история чтобы усадьбы стерли с леса земли дым что быть такого не может вот он елку поставили но на эти сообщения никому в смысле здесь площадка где типа а здесь тоже есть каток здесь раньше кафешка была 9 до 9 ежедневно правда не написано сколько стоит но летом здесь площадка здесь кафешка столики стоят здесь прокат великов прокат каких-то этих искусство не скутеров как это четырехколесные и прочие какие-то трехколесные транспортные средства блин вот собралась в парк ничего с собой не взяла дурында следующий раз надо взять на какой-нибудь просы семечки чего-нибудь такое смотрите сколько семечек или это воробьишки и не все хотят есть так сейчас я туда пройду посмотрю сколько здесь типа как за прокат здесь можно кататься или никак нельзя кататься и пойдем круг сделаем обратную сторону господи этот мужик он меня преследует написано короче что каток работает с 9 до 9 вечера с 9 утра до 9 вечера вон ой господи он залит то есть там видно что это лед они асфальт снегом покрытый вот но вся территория закрыта никаких цен вообще сколько это стоит когда можно прийти куда сдавать вещи там какая-то камера хранения что-то вообще есть ничего не написано в общем сейчас я движусь к речке движусь двигаюсь к речке это от мороза перестал работать мозг а у них тут в принципе много жрачки вон и семечки и гречка и какие-то еще зернышки и сухарики в принципе много и пшено вон там в принципе у них тут есть что пожрать я вам скажу они прям на этом на кусту сидят это из знаете игра такая есть найди кота а а здесь найди птичку их там не знаю сотни домик такой себе нашли вот в общем гуляем вон они видите маленькие испугались испугались все просто мужчина шел так очень активно и не хотелось знаете когда не на тебя упор смотрят а ты идешь с камерой и люди так это воспринимают как будто ты их снимаешь ой господи везде скользко несмотря на то что в принципе очищена очищена мой любимый маленький деревянный мостик в принципе вон там есть спуск на озеро и там вот лыжи лыжня и вообще здесь как-то ну вот помнится мне где-то лет десять назад даже нет ну да где-то лет десять-пятнадцать назад только вперед на озере устраивали каток ух да вот товарищи мы с вами на дворцовом пруду находимся вот кстати говоря здесь в парке все пруды а их сейчас скажу два три четыре пять по моему шесть или семь ну шесть точно они все обозначаются такими вот камнями с табличками и на каждой табличке свое название вот и вот где мы с вами шли где я шла от входа в парк где я вошла если бы я пошла прямо а не повернула налево то там бы мы с вами проходили мимо ну самого маленького пруда потом пруд побольше и вот это самый большой дворцовый пруд и есть еще два пруда или даже три пруда но там два пруда они соединяются в одно в один такой длинный как бы пруд из двух частей и один чуть побольше такой более квадратный пруд прямоугольный и они находятся в месте которое называется радуга я думаю что многие знают кто когда-либо здесь бывал или может быть приезжает на радугу гулять знают это место как она называется может быть вообще часто здесь бывают или живут где-то рядом и так собственно я иду вон туда тут пробежала ой я выбрал самый снег пробежала женщина спортсменка ну вот здесь вообще я смотрю довольно часто ну хотя сейчас не знаю раньше здесь много было народу кто и бегал и на лыжах и вот на катке было много но сейчас не знаю а я кстати не договорил да что где-то лет 10-12 может 15 назад на дворцовом пруду делали каток то есть вот он естественно путем замерзал и его чистили и на нем можно было кататься здесь прям было не знаю сотни или несколько сотен народу просто иногда приходишь а здесь прям битком набито вообще негде кататься вот но как бы у нас тогда и зимы были такие что минус 30 это норма вот поэтому лед достаточно сильно промерзал для того чтобы можно было на этот пруд выгрузить целую толпу народа и он бы не провалился вниз вот но вот так вот сейчас почему то не делают не знаю может просто он не настолько сильно промерзает чтобы там делать каток вот а может быть просто не знаю ну может быть из-за безопасности этого не делают вот вот фиг знает значит я кое куда захотела а место это я уже прошла где можно было это сделать ну может быть кстати там впереди должны быть места пусть вот тоже видите иду я к площадке такой здесь раньше просто было поле свободное вон там еще две кучки там еще две кучки там еще две кучки из это лиственница по моему вот и просто поле и посреди поля такие вот зеленые кучки а сейчас смотрите все засажали новыми тирюстами молоденькими вот такой кустарный заснеженный а ну вот все супер она свернула я как всегда выбираю самые сложные пути так вот на дорожку вышла а то как то пролезать через снег конечно было бы прикольно забавно но это только со стороны вот сейчас отойдем до конца тут где-то порядка километра наверное идти да ну может быть чуть меньше 700-800 метров вот подойдем до вот там видите пробегает человечек в белой куртке все убежал вот туда идем и повернем налево поскольку нам нужно обойти просто речку кругом вдоль речки я не стала идти мы как раз обратно пойдем вдоль речки и выйдем снова к усадьбе вот палец замерз большой да уже 40 минут съемки идет и в принципе как видите ничего нового все виды абсолютно на однообразных это просто заснеженный парк и я тут с вами тусуюсь на воздухе вы знаете как то захотелось свежести господи опять он а не этот другой какой то чувак или он да какой то в общем мужик этот пьяный походу меня преследует так ну все идем тогда до конца и посмотрим куда дальше смотрите прям какая фантастика прям как будто в сказке все таки в парке немножко иная погода атмосфера нежели на улице так сколько на улице снег вот так вот не держится на ветках а падает из-за ветра то тут прямо сказка большие сосны дикие смотрите какое тут висит пособие что можно давать а что нельзя можно не соленые семечки зерно просо овес пшеница белый хлеб соленое сало нельзя черный хлеб жареное и соленое пищевые отходы испорченную еду но это само собой кто ж будет такой есть это тот какие у нас тут а животные бывают и как их можно спасти зимой так это заоружение идем дальше есть вот мои любимые лиственницы они кстати уже наверно то что старые поэтому пожелтели а так вообще то они тоже должны быть зеленые вот и вот здесь кстати вот был раньше мостик такой горбатый металлический а потом его убрали и теперь нужно идти кругом вот вот здесь тоже была аллея просто и видите посадили деревья там тут лыжники гоняют господи они со своими лыжами наездили тут наполировали снег и тут просто идешь по дороге и она скользкая небо красивое так тут вот такая развилка это мы с вами речку обходим туда мы не идем мы идем в обратную сторону так меня занесло в обратную сторону к дворцовому пруду вон какая кажется тень кстати когда мы летом здесь гуляли не помню по моему я не снимала так вот когда я летом гуляла здесь вот круглая такая была клумба или треугольная хрен знает но вот эти кучки на ней это как их булыжники типа декоративный элемент вот и как то сделано это все ну в виде такой как сказать японского садика такого небольшого но при этом очень сильно непродуманного то есть там просто трава которая видимо должна была быть песком или мелким каким то гравием и сверху эти булыжники и все ну то есть либо надо было как то более менее продумать это все либо там цветов насажать каких то аля японских но что то как то это клумба не удалось в общем я бы тут конечно порядок навела в плане клумба но не знаешь куда насчет этого обращаться вот и вообще как бы кто я такая с улицы с высшим дизайнерским образованием кто меня просто так возьмет и мой проект клумб для Кускова воплотят жизнь не знаю кстати тоже вот я мы с вами повернули а если вы дальше пошли там есть полянка такая круглая и раньше когда-то очень очень много лет назад там был круглый регулярный парк если так можно сказать то есть он круглая такая площадка то есть клумб которая радиусами расходилась к внешнему кругу по периметру которого втали лавочки вот лавочки все на местах а вот клумба уже не существует то есть собственно вот эта регулярность планировки клумбы она отсутствует вот вон там дети по льду ходят по моему либо со старшим братом либо с папой не знаю не вижу отсюда но я как-то пока не готова рискнуть и спуститься на лед несмотря на то что у нас сейчас середина декабря и довольно холодно и сегодня морозно но как-то меня это не очень прелестит мне туда спускаться и потом кстати если вот здесь я бы еще спустилась да на речку поскольку она не глубокая и я думаю что она довольно глубоко промерзла то на озеро я бы все таки не рискнула выходить там намного глубже и я не знаю насколько глубоко она замерзла вода в смысле вот а там кстати есть место не знаю или кто-то расчистил или это что-то типа проруби все посмотрим что-то я прям так несусь все равно же видео но скорее не поставлю вот смотрите ну да все таки это прорубь только замерзшая не знаю кто тут купается в декабре насколько я знаю в проруби купаются в моем феврале Да, вон видите, палка стоит, чтобы спускаться было удобно. Ну, действительно, как бы, не знаю, кто тут в декабре может купаться. Только истинные моржи, которые там, не знаю, каждый выходной ходят на прорубь. Вот, и мы снова с вами выходим к усадьбе. Вот, смотрите, какой вид, какая красота. Там трактор дорожки чистит. Правда, не знаю, зачем, всё-таки на территорию усадьбы зимой вход закрыт. Тут только свадьбы проходят. Облака текут разноцветные, такие голубые, серые, оранжевые, розовые, всякие разные. Было солнечно, когда я выходила, а сейчас уже вон тучи такие, может быть, всё-таки, ну, снеговые. И, может быть, к вечеру опять снег пойдёт. Кстати говоря, вот, видите, столбы стоят. Насколько я знаю историю усадьбы, а я, в принципе, её довольно-таки хорошо знаю, просто, может быть, забыла кое-что. Эти столбы, они, как бы, олицетворяли въезд, как бы парадный въезд, ну, вплыв на водоплавающих средствах к усадьбе. То есть это такой парадный въезд, вот, через этот, через эту речку люди, не знаю, там кто, какие-то высшие чины въезжали на пароходах, на лодках, на пароходах, не знаю, на чём, въезжали, как бы, в усадьбу, пришвартовывались. А это, кстати, несмотря на то, что здесь нету никаких, как бы сказать, мест, где можно пришвартоваться. За исключением, вот, а вот, не знаю, видно, не видно, вот, а вот есть такой заборчик чёрненький, и вот въезд, как бы, въезд. То есть надо было в бок повернуть, и вот там проехать, к этому заборчику, и там, вроде как, можно пришвартоваться, но это, да, находится на территории усадьбы. Вот, ну, раньше, конечно, вся территория была усадьбой. Сейчас здесь парк Кускова, а усадьба только то, что внутри забора, скажем так. Вот, и, насколько я знаю, то есть здесь вот какие-то, как сказать, судоходные средства, они подъезжали к усадьбе через вот эти вот ворота. И речка, она, естественно, там не кончалась, где мы с вами её переходили, она там не кончалась, а протекала дальше, через весь ныне парк Кускова, и уже уходила куда-то дальше там, в, что у нас там, к Кузьминкам, наверное. То есть, в принципе, насколько я предполагаю, что все усадьбы и какие-то таковы... Ну, усадеб, во-первых, было гораздо больше в Москве, вот, можно сказать, она практически вся сама из усадеб состояла. Вот. И раньше все усадьбы между собой как-то были соединены. И есть вот это зрение, что они соединялись как раз-таки посредством рек, по которым владельцы судов или владельцы этих усадеб могли перемещаться таким образом, как бы друг к другу в гости. Но это только теория, я не могу ручаться за эту информацию. Там лошадка скачет. Ручаться за эту информацию я не могу, поэтому сказать там с полной уверенностью, что они действительно таким образом ездили друг к другу в гости. Ну, это лишь домыслы. Ну, кстати, не мои, это я прочитала в каком-то научном издании. Вот. И, в общем-то, ну, это примерно то же самое, что у нас сейчас в МКЦ. Сел, две остановки проехал, ты уже у дальних родственников в гостях. Вот, в общем-то, там уже выход виднеется. Ровно час мы с вами ходим. Так что, буду заканчивать. Сейчас, ой, уже светофор. Скоро. Вот, и я сейчас по дороге к дому пройду через скверик у нас здесь рядом. Он как бы в парку не имеет отношения. Ну, здесь очень красиво, и здесь раньше было тоже опасно. Какие-то всякие маньяки ходили, алкаши. Ну, сейчас вот более-менее здесь и чистят его, и летом здесь очень много цветов высаживают. А вот такой вот скверик. И, кстати, его, по-моему, отремонтировали здесь. Добавили дорожек, каких-то тропинок, детскую площадку. Скамеечек понастояли. Раньше здесь как-то было за... Очень это все дело запущено. Вот так. Что-то я совсем замерзла. Ой, капюшон накину. Просто безумная холодильника какая-то. И батарейка у меня с этим уже садится. Вот, видите. Дорожек понаделали, скамеечек понастояли. Так, ну, не вообще-то вот туда. Здесь у нас отделение милиции, а у меня как раз мило. И направо. И уже дом не за горами. В принципе, неплохо так погуляла. Часик. Еще на почту успела сгонять. Вот. У нас отделение полиции. Там машина стоит на постаменте. Советская. Волга, что ли, не помню. Вот. И... Здесь у нас... Я могла бы, конечно, через правилку пройти, но не охота была. Какой-то умник едет. Хотя здесь нет проезда. Такие у Надиана дорожек и лавочек. Много бы наставлено. Новых здесь раньше так не было. Не, ну, как бы похвально. А все парки в Москве, по большей части, сейчас именно возрождают культуру отдыха. Что очень даже похвально. Вот. Вот это не знаю, что такое. Вроде как каток. Он крытый, и он вроде... Вроде бы, не знаю точно. Круглый год работает. Работает. Вот. Вот написано. Ой, каток. Честно говоря, не знаю, где здесь вход. И вообще, каким образом он работает. То есть, платный или бесплатный. Вообще, тут все время гудит. Поэтому, я думаю, что он все время работает. Но можно ли в него прийти? Я никогда не видела, что здесь народ прям горел желанием попасть на этот каток. Вот. Здесь детскую площадку еще одну сделали. А ну, вот там ворота. Пойдемте, крюк сделаем, посмотрим, сколько стоит. Так говоря, платный здесь или нет, не ясно. Это надо внутрь заходить. Вот. Но он довольно маленький. Я бы хотела на большой пойти. Ну, кстати говоря, кто еще не в курсе, на Новый год я планирую... О, смотри, что это такое. Вишня, что ли? А, нет, это дикая яблоня. Ой, снег, веришь, летает, и она мне на каток. Вот. В общем, кто еще не в курсе или не слышал, как я это где-то уже упоминала, на Новый год я планирую пойти на каток. И вот сейчас, ну, интересуюсь разными катками, где вообще катки, и сколько, чего и как, и какого они размера. Ну, вот, насколько я как бы знаю, у нас здесь районе три катка. Они довольно маленькие. Вот. Я как-то хотела бы на большой, но пока не знаю, на какой и как сложится в этом плане вопрос. Вот. И сколько вообще это стоит по деньгам, если прийти на огромный какой-нибудь каток, например, на ВДНХ. Но, напомню, кто... Ой, чуть не упала. Напомню, кто не знает, я 25 лет на коньки не вставала, поэтому коньки у меня есть. И, в принципе, я когда была маленькая, я каталась, у меня был разряд. Но потом я, ну, по обстоятельствам я это бросила. Вот. Если кто помнит, было советское время, и тогда нельзя было посещать кучу всяких кружков, и мне пришлось выбирать, что я хочу, кататься на коньках, учить английский, или ходить в художественную школу. И я выбрала художественную школу. Вот. Поэтому каток и английский пришлось бросить. Вот. И, в общем-то, с тех пор прошло уже, наверное, где-то, ну, 23 года точно. Может быть, даже 25. Я уже не считала. Я как-то сбилась со счета года три назад. Вот. В общем-то, вот так вот. Я планирую на каток. Если вы вдруг не знаете, чем вам заняться на Новый год, и вы живете в Москве, пишите, может быть, пойдем вместе на каток. Вот. И все равно нужен кто-то, кто будет меня держать за руку, поскольку все-таки 25 лет прошло, и... Нет, у меня есть и защита, и теплая одежда. Но как-то, знаете, все-таки... Как будто заново учишься ходить. Заново учишься кататься. Ну, вот, в общем, там уже светофор виднеется. Это моя улица. Я практически уже дома. Буду с вами прощаться. Увидимся дома. Пока-пока. О, народ. Привет. Только зашла домой. Замерзла. Вон, в капюшон надела, потому что очень сильный ветер. На улице прям поднялся. До движения отдела капюшон. Сейчас я пришла, разбиваюсь. Перчатки надела, потому что все прям на ходу мерзнет. А у нас здесь возле дома вот такой коридор, получается, между домами. И там у нас здесь все время прям в ветер, такой, как будто мы на северном полюсе ждем. Вот. Сейчас разделюсь, пойду монтировать видео. Пока-пока. До новых видео. Продолжение следует.